здравствуйте сегодня вашему вниманию обзор небольшой хорошей вещицы под названием коммутатор edge switch 8xp компании американская юбикьюти значит что мы имеем самой коробочке паспорт который никогда никому не нужен шнур питания и собственно сам коммутатор патчкорд положить сюда не удосужились значит что мы имеем на этом коммутаторе мы имеем настроечный порт порт юсби очень тоже для настройки и 8 портов с поэ питанием как 24 вольт так и 48 вольт на практике кому надо этот используем везде часто и повсеместно очень хорошо себя зарекомендовал особенно по соотношению цена-качество вот с плюсов что можно рассказать хоть у него и 8 каналов вытягивает максимум шесть-семь айпишных камер то ли хиквижн то ли аксис то ли моботикс и более такие дешевые аналоги дальше с помощью этого настроечного порта можно соединять последовательно несколько коммутаторов вплоть до 3-4 единиц то есть вы можете спокойно развернуть сетку видеокамер на длине метров 400 500 вот с минусов этого удлинителя точнее удлинителя коммутатора в том что у него нет абсолютно никаких мест для крепления как для фальш панели для генерейки или установки в серверное исполнение и здесь же нет оптического порта ну конечно многим может и не надо но бывает и пригождается заходим в интерфейс нашего коммутатора адрес по умолчанию 192 168 120 вот он не сильно дружит с протоколом http о чем он оповещает при заходе ну делаем как обычно вот так интерфейс этого коммутатора простой да не могу логин пароль английские буквы убнт убнт права никто им потом их не меняет что мы видим здесь в статусе мы видим все наши порты скорость по нему подключение какая какая мощность не точнее мощь напряжения стоит на каждом порту в вкладке портс мы можем настроить любой порт на необходимое нам напряжение то есть можем просто включить порт включится он обычным подсоединением туда патч корда можно подать сюда напряжение то ли 48 вольт то ли 24 как правило все видеокамеры айпи работают от 48 вольт по и антенны и трансляторы работают от 24 вольт сохраняем и здесь же мы видим изображение этого коммутатора виртуальная что на нем включена то есть сейчас мы подключили наш компьютер и включили два порта дальше настроек здесь на каждый порт минимальное количество pink watchdog спиннинг 3 все и в настройках девайс вкладке мы можем настроить наш айпи адрес то ли статический то ли динамический и поставить некоторые настройки по времени по соединению по портам по протоколам вот в принципе и все что касается этого настройки этого коммутатора для особых извращенцев есть настройки в ланс которые настроят виртуальная айпи адреса и тревоги ну используется очень редко подведем итоги хороший дешевый ну в принципе с качественная сборка коммутатор который пойдет для небольших объектов как виде наблюдения так и обычной сетевой инфраструктуры здесь вы уже можете видеть что мы включили два порта один на 48 вольт другой на 24 вольта остальные у нас по и питание не подано можно использовать как обычный свитч поэтому рекомендуем к использованию если у нас не нужно там каких-то сверх задач всякие там сервер дешепи и тому подобное как бы специалисты которые работают с командами такого-то типа могут вспомнить аналогичный микротик который без 100 грамм в принципе не настроиться вот в принципе все спасибо за внимание